Трехэтажный девятиквартирный дом. Квартира удобной планировки с обоями, сантехникой, счетчиками воды и электроплитами. Очень удачная перспектива баракам с прогнившими стенами, протекающими крышами и другими вытекающими последствиями. Поменять совершенно бесплатно старое жилье на новое рады всем. Дом, в котором жила Светлана Евграфова, вместе с мужем, был еще царской постройки. Проживали в бараке на центральном рынке. Бараку 102 года еще царской постройки. Я очень рада. Светлая квартира. И так как у меня муж заболел, вот 7 месяцев болеет, столько угля пришлось носить. Вы даже не представляете, по 11 ведер. Ой, дрова даже колодится, мой все. А теперь я вот даже вот прям по-настоящему рада. Как только семьи получили ключи, началась дружная экскурсия по новым квартирам, которую жители аварийной бараков получили за счет реализации федеральной программы переселения из аварийного жилья. С начала года в Лиенске-Кузнецком жилищные условия уже улучшили 200 семей. До конца года мы планируем где-то 160 семей на сегодняшний день. Это у нас будет дом большой, будем сдавать в июле месяце. Это по Пирогову 13, это 9-этажный, в квартале профсоюзный. Будет у нас здесь, мы говорим, еще практически три дома. И два дома на Кузбаске. Плюс мы планируем в этом году заселить этот дом на Суворово, 7А, вот возле ЗАГСа, и на спад станции 30. Территория, прилегающая к дому, пока не полностью благоустроена. Дело в том, что в этом районе еще продолжается строительство. Но асфальтированная дорога, тротуары, отсыпанная земля для клумб, детские площадки и скамейки появятся уже в конце июня.